Фольклорный ансамбль Слобожа не семейный, а это уже само по себе редкость на сегодняшний день. Состоит он из членов двух разных семей. Художественный руководитель Светлана Томилина, концертмейстер Борис Самойлов. Ансамбль создан недавно, в январе прошлого года. В первом отчетном концерте творческий коллектив показал результаты своей музыкальной работы за этот небольшой, но плодотворный период времени. Слобожане неоднократно становились лауреатами городских, районных и областных конкурсов. Мы с Любовью Эдуардовной немножечко, ну как бы помягче сказать, две сумасшедшие тетки по поводу пения. Мы поем всю жизнь, вот я лично пою всю жизнь, и Люба поет всю жизнь. Я тоже из музыкальной семьи. И мы, значит, я вообще родилась на родине Пятницкого. И вся семья у меня всю жизнь поет. Потом мы встретились вот, как-то однажды в прошлом году на дне рождения моего мужа. Сидели-сидели и решили создать коллектив. Мы любим ездить к Валюше на дачу, вот, и там после обеда, либо после ужина просто сидим, распеваем. А улица у них называется Слобода. Вот мы решили, что мы слобожане. Первое отделение концерта посвящено казачеству. Хорошо, что сегодня оно возрождается со своей культурой, обычаями и песнями. Хорошо, что есть такие люди, настоящие энтузиасты, которые свято хранят и несут через поколения исконно русские традиции. Ансамбль звучит слаженным многоголосьем, но при этом слышна чистота звука каждого вокалиста. Кроме творчества коллектив объединяет и дружба. Совместные посиделки на даче, семейные праздники. И всегда и везде звучат народные песни. Они у них тоже особенные. Казачьи и старинные русские, необыкновенно красивые, самобытные и задушевные. Слышишь такие песни и все то русское, что живет в душе, начинает просыпаться и трепетать. Вместе с этим возникает и гордость за свой народ и историю Отечества. Вы посмотрите, здесь все. И свадебные, и обрядные песни, и трудовые песни, и проводы на войну, и боль за родину, и боль за казачью жизнь, и вообще и радость. И радость такая просто вот она искрящаяся, она просто вот от самой земли идет, вот эта вот радость. Во втором отделении под названием «Сто лет тому назад» прозвучали руссконародные песни из центральных губерний России. Также в концертную программу вошли частушки, песни и припевки из цикла «Воронежский веночек» и шутливые страдания с переплясом под баян и балалайку. Екатерина Стросветская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».